Продолжение следует... Бештау, Мушуком и другими. Образование локолитов связано с разломами земной коры. В трещины устремлялась густая магма, которая не выходила на поверхность. Застывая в глубине, она приподнимала осадочные породы. Западная часть Предкавказья. Кубано-Приазовская низменность с мягким климатом и плодородными черноземными степями. Почти вся она занята полями культурных растений. По западному Предкавказью протекает Кубань. В своем нижнем течении это равнинная река с многочисленными отмелями и косами. Устье Кубани заболочено и образует плавни, заросшие камышом. Ее воды широко используются для обводнения и орошения. Центральная часть Предкавказья. Ставропольская возвышенность. Однообразие плато нарушают отдельные поднятия. Плато сложено известняками и породами, которые легко разрушаются. Скудная растительность. Результат сухого климата и известковых почв. Ставропольскую возвышенность прорезают балки, овраги и речные долины. С юга на север ее пересекает река Ягорлык. На полях Ставрополья выращивают пшеницу. Разводят сады. Но большая часть плато используется под пастбище для тонкорунных овец. Восточная Предкавказья – это сухие степи терско-кумской низменности. Летом и осенью степь напоминает пустыню. И лишь короткой весной покрывается травами. Эту засушливую землю поят воды Тирика. Южнее Предкавказья возвышается Большой Кавказ. Это горная система молодых складчатых гор. Главный или водораздельный хребет протянулся от Черного до Каспийского морей. Западный хребет, восточный боковой хребет, скалистый и центральный расположены параллельно водораздельному хребту. Западный Кавказ начинается у берегов Черного моря. Сравнительно невысокие горы Черноморского побережья сложены толщами Флиша и Мергелей. А водораздельная часть – кристаллическими породами. Климат и растительность Западного Кавказа меняются с высотой. Внизу – субтропическая растительность. Ее сменяют широколиственные леса. Выше начинается поиск хвойных лесов. С увеличением высоты появляются супальпийские и альпийские луга. Они сменяются суровыми ландшафтами высокогорья. Выше 2800 метров – пояс снегов. Между потухшими вулканами Эльбрусом и Казбеком находится самая высокая часть Большого Кавказа – Центральный Кавказ. Его массив сложен магматическими породами и содержит в своих недрах крупные месторождения полезных ископаемых. Для гор Центрального Кавказа характерны пикообразные остроконечные вершины, обрывистые крутостенные ущелья, узкие межгорные долины. Осадочные породы смяты в складки. Причудливы следы выветривания. С вершин сползают мощные ледники, которые дают начало бурным порожистым рекам. Воды тающих ледников наполняют и каровые озера. Верхний пояс Центрального Кавказа – зона оледенения. Здесь снег не тает даже летом. Ниже горы покрыты фирновыми льдами. Еще ниже начинается пятнистая горная тундра. Ее сменяют альпийское и супальпийское высокотравье с азалиями и рододендронами. А затем пояс хвойных лесов. В этом поясе расположен Тибердинский заповедник, где можно встретить кабана, белку, лису, волка, бурых медведей и более редких животных – кавказского зубра, туров, серн. К Центральному Кавказу прилегает Восточный Кавказ. Очертания склонов Восточного Кавказа мягкие, с округлыми вершинами. Осадков выпадает мало, поэтому и растительности немного. Хребты сложены в основном юрскими глинистыми сланцами. Склоны таких гор напоминают чешую. На выровненных площадках – сады и пашни. Заканчивается Восточный Кавказ Абширонским полуостровом. Здесь в полосе третичных отложений месторождение природного газа и нефти. Таковы природные условия предкавказья и Большого Кавказа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok